И ведь прямо во время прямой линии Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько уголовных дел. Речь, конечно же, о ценах на бензин, точнее о возможном сговоре между поставщиками топлива на российский рынок. С ума сойти, фаста, оказывается, не в курсах были. Какой бардак на отечественных заправках творится, хотя, а может и правда, не знали, там же во время эфира прозвучала еще одна цифра. В прошлом году на территории Великой и Могучей было продано 28 электрокаров. Слушайте, до меня дошло. Их купили антимонопольщики, ну теперь хотя бы все на свои места стало. Это Вести без Дмитрия Киселева, самая популярная программа среди моей мамы. Напоминаю, топ-7 наиболее абсурдных новостей из России. И, впрочем, сегодня спецпроект, семерку самых удивительных вопросов, заданных в четверг Путину и ответов на них предлагаю вынести на обсуждение. Итак, на старт, внимание, поехали! Вообще, у меня одного осталось стойкое ощущение того, что... Да ты чё? Родня все и писалось. Во! Именно, что ради данного вопроса, я всё оценя на бензин и весь, это цирк Шапито и затевался. Народ стонет уже по меньшей мере месяц. И весь рунет забит мемами на эту тему. Милый, хочу провести вечер в каком-нибудь дорогом месте. Ну тогда поехали на АЗС и так далее. Дальнобойщики акции протеста устраивают. Девицы какие-то в одиночные пикеты вдоль дорог встают. Обычные автолюбители бузят. Правда, эти, как водится в нашей стране в последнее время, тихонечко сидя дома на диване. Но ведь и пропагандисты отвлеклись от росказней про Сирию под лица Трампа и про чё-то мухохло в беда. И вдруг, о чудо, появляется самый вопрос в 3 секунды решается. Зрители аплодируют. Рейтинг растёт. Короче, седьмое место нашего парада абсурда. Я с вами согласен. Вот то, что сейчас происходит, это недопустимо. Это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов. Терзаетесь вопросом, ну и чего тебе там не понравилось? Почему это-то в твой кривой топ попало, рассказываю. Если мы немного отмотаем плёнку назад, буквально на 5-10 минут, то вы услышите, как Владимир Владимирович сетует, мол, ребята, дырища у нас в бюджете в несколько триллионов. А мы хотели реализовать ряд полезных для страны проектов, где бы их взять деньги. В смысле, НДФЛ повышать не дело. НДС тоже нехорошо одной фразой на экономику. Вся надежда, да вот, пожалуйста. Мы поняли, что на реализацию задач, о которых мы говорим, и о которых вы сейчас только сказали, нужно как минимум дополнительно ещё 8 триллионов рублей. И в общем и целом понятно, откуда мы их можем взять. Это, прежде всего, рост самой экономики. И это главный источник вступления дополнительных ресурсов. Это более эффективное использование имеющихся ресурсов. Это настройка в некотором смысле макроэкономических наших планов. И, конечно, настройка налоговой политики. А теперь перевожу всё вышесказанное на совсем понятный язык. Хотели мы, сказал главный, эти столь необходимые для нас деньги получить в том числе за счёт повышения акцизов на бензин. Но раз народ настаивает, не будем напрягать нефтяников, они и так не богато живут. Что-нибудь придумаем и хитро так улыбнулся. А дальше сами 3 плюс 2 складывайте. И как думаете, кто же, в конце концов, те триллионы-то в казну доложат кладоискатели? Продолжаем. Ну и к новостям спорта. Те, кто хоть раз смотрели информационные программы по телевизору, знают, что спортивные новости обычно даются в самом конце выпуска, когда рассказывать больше не о чём. Мы вот, когда во время прямой линии, сразу же после обсуждения первого и главного волновавшего всю страну вопроса, ведущие переключились на историю сокола футбола, лично я улыбнулся и, в общем, укоренился в своей мысли, которую озвучил выше. Нет, понятно, что вот-вот в нашей стране произойдёт, в общем, знаковое событие. Стартует мировой чемпионат или Мундиаль, как его ещё называют по-испански. Но, во-первых, мы далеко не футбольная держава и даже не претендующая. Во-вторых, ну я, если честно, так и не понял, зачем об этом вообще заговорили. Тем более, что и сказать-то ораторам особенно было нечего. Ну и Путина, к слову, в не очень удобное положение тем самым поставили. Внимание на экран, шестое место. Я вам хочу пожелать, Владимир Владимирович, крепкого здоровья. Вопрос в чём, Валерий Георгиевич? Вопрос в том, чтобы Владимир Владимирович стал, и чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, Владимир Владимирович. Хочу пожелать, чтобы Господь Бог вас охранял, чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях, А Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо. Знаю, что сейчас разозлю многих футбольных болельщиков, но я всегда был сторонником теории того, что футбол в нашей стране надо запретить. Причем законодательно. Не навсегда. Нет, лет на 10-15. К тому же я сейчас только о профессиональном футболе говорю, ну согласитесь. Зачем сегодня в России нужна эта абракадабра, которая приносит одни только разочарования, но в которую вкладываются тонны денег, причем хоть бы тратили-то эти деньги с пользой. Так нет. Мы покупаем каких-то иностранных завезд, как девок из службы эскорта, чтобы похвастаться. Тратим миллионы на непонятных заморских тренеров, а тренеров, от которых толку все равно ноль. Ну помним же эту историю с адвокатом, когда опозорились только на весь мир. Зачем? Не проще было бы направить это бабло на развитие детского спорта и вырастить своих Рональда и Зиданов. Впрочем, это так, мысли вслух, но если бы об этом хотя бы во время прямой линии поговорили дальше. Ну а дальше все как всегда. Разговоры ни о чем. Вопросы из области есть ли жизнь на Марсе. Кстати, в этот раз реально почти такой вопрос человек и задал о возобновлении программы «Буран» спросил. Кто не в курсе, что это, рассказываю. В середине 70-х Советский Союз назло врагам, причем в прямом смысле приступил к разработке многоразового космического корабля. Но это что-то типа самолета, только который к звездам летает. Американцы тогда как раз шаттл изобрели, а мы вот «Буран». Программа просуществовала полтора десятка лет. Всего таких «Буранов» было произведено шесть, по-моему, единиц. Один даже куда-то там слетал. Потом ее свернули как очень дорогой, а закончилось все печально. Единственный оставшийся в России аппарат долгое время ржавел и радовал ЗИВАК в качестве выставочного образца. Сперва на ВДНХ, затем в парке Горького, но пару лет назад его распилили на металлолом. Эти технологии развиваются, развиваются активно и очень активно коммерциализируются. В этом смысле мы должны сделать много шагов вперед, в том числе по качеству спутников, по качеству аппаратуры. Мы должны вернуть себе и твердо удерживать нашу компетенцию первенства по запускам. Здесь есть конкуренция большая. Наши французские друзья и партнеры Гвиану используют активно. Развиваются в Азии очень быстрыми темпами космические технологии. В Соединенных Штатах это все очень хорошо, нормально. Мы работаем со всеми партнерами. У нас есть планы. Ребят, я ничего не имею против каких-то там научных достижений, но как мне кажется, подобные вопросы надо озвучивать не на таких мероприятиях, как общение президента с народом. Вот параллельно сидел в нескольких чатах, и один из них, ну там законченные ватники собираются. Так вот, даже эти люди возмутились, мол, ну неужели других проблем в стране нет, неужели Путина больше спросить не о чем. Поэтому, ну вот попал Буран в парад абсурда, простите. Ну и Путин, помоги. Только на этот раз еще смешнее, чем обычно. Ах, у меня крыша протекает, а мне земельный участок не дают. Здесь вот, познакомьтесь, это моя мама, это моя дочка Анастасия. Вот, здесь мы кушаем, здесь мы играем. Ну, игровая у нас такая зона получилась. Выбрали это место более безопасное, ну, по крайней мере, хотя бы здесь не прилетают, ну, не падали еще кирпичи. Вот в таком ужасном состоянии мы находимся. Как сошла вода, к нам приходила комиссия. Выдали нам акты о том, что наше жилье является непригодным для проживания, в результате ЧС стало аварийным и опасным. Нас поставили в списке на жилищные сертификаты. Ребят, смех смехом, но я реально перестаю понимать, а за каким чертом нам в стране тогда нужно такое количество чиновников? Правительство, министерство и ведомства, всякие разные думы, софеды, общественные палаты, полпреды, губернаторы, мэры, депутаты какие-то. Мне эфира не хватит перечислять должности всех этих дармоедов. Ну, люди-то реально уже за туалетной бумагой скоро к президенту обращаться начнут. А ему-то как самому. Не смешно от всего этого. Ну, самая жесть, ребята, впереди. И начинаем мы с третьего места. Чуть не забыл про ноу-хау, нынешнего общения главного с народом. Нет, нет, нет. Я сейчас не про чиновников говорю, которых тоже позвали, но которые, впрочем, непонятно, что там вообще делали. Поддакивали в основном. Я говорю сейчас про блогеров, которых тоже решили пригласить. Мол, лидеры мнений. Несколько раз пропел ведущий. Народные журналисты. Буквально 20 миллионов подписчиков у них в общей сложности. И они, ой, как влияют на умы молодежи. Ну, блин, думаю, сейчас народные журналисты что-то такое спросят, так спросят. Интернет-аудитория, это вам не зрители Киселева. Ага, а ребятишки чисто шкурные интересы. Давай выяснять. Давайте к вопросу перейдем, я волнуюсь. Вот, в интернете ходят слухи о закрытии таких популярных соцсетей, как Инстаграм и Ютуб. Что вы думаете по этому поводу и вообще возможно ли это? Спасибо. Конечно, конечно. Кто-то сейчас может возразить сам же посредством Ютуба, отчасти работаешь, неужели тебе был неинтересен данный вопрос. Первое, нет. Второе, парень имел в виду не совсем то, о чем многие подумали, а на сладкое. Еще один вопрос от лидеров мнений. Я кандидат наук, но я сейчас работаю блогером. И сейчас, на данный момент в России, это не профессия, это не счетово. Ну, то есть, когда-нибудь наступит такой момент, когда блогинг станет полноценной профессией. Слушайте, когда эту девушку представляли президенту ведущей, оговорился, дама из Челябинска. Блин, даже моя бабушка, которая интересуется в основном сериалами, и та в курсе о жутчайшей экологической ситуации в этом уральском городе. И даже она знает, что эти челябинцы несчастные уже не знают, в какие двери стучаться, их не слышит никто. Так расскажи ты о беде своих земляков Павлик Морозов в юбке. Прямой эфир, весь мир смотрел ту трансляцию. Собеседник, первое лицо государства. Она бы еще впечатлениями о последнем сезоне секса в большом городе поделилась. То, что я вам покажу дальше, ребята, реальная укатайка. Вот сейчас увидите сюжет, который сделали мои коллеги с ВГТРК и презентовали данное Кену Путину. Угадайте, о чем этот сюжет и зачем этот сюжет. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мы сейчас находимся в городе Струнино. Это, как уже было сказано, Владимирская область. И обратились к вам жители этого города из-за этой больницы. Единственной не только для всего Струнино, где проживает около 14 тысяч человек, но и для ближайших четырех населенных пунктов. А это уже около 30 тысяч. Так вот, не так давно эту больницу присоединили к районной и лишили статуса самостоятельной единицы. Из-за чего ремонт здесь не проводится уже очень давно. Как вы можете видеть, здания пришли в очень плохое состояние. Миленький ты мой, возьми меня с собой, Там, в краю далеком, буду тебе женой. Милая моя, взял бы я тебя, Да там, в краю далеком, есть у меня жена. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Вот сейчас со мной стоят рядом представители этой инициативной группы. У меня, если честно, осталось стойкое ощущение, что руководству ВГТРК кто-то поставил четкую задачу срочно выдать девку замуж. Если получится за кого-то из окружения Путина, а то из-за самого вообще будет здорово, ладно. Подброшу безблатную идейку, геттерам в следующий раз пусть в купальном костюме дефилируют, тогда, может, и стрельнет. Ну и кто же угодил на первое место? А вот будете смеяться, но вопрос, которого в эфире не было. Впрочем, достойный, остроумный, интересный, и не один, их несколько сразу. А прилетели эти вопросы, во всяком случае, к редакторам прямой линии из многострадального Волоколамска, жители которого уже несколько месяцев борются за право быть полноценными людьми и не встают на колени. Кстати, как некоторые, знаете, я, если честно, готов аплодировать этим ребятам стоя. Меня не покажут по Первому каналу, и в газете «Волоколамский граб» во мне не напишут. Владимир Владимирович, вы вообще есть где-нибудь, кроме телевизора? Покажите, что нашей страной еще управляет президент, а не какие-то оторвавшиеся от жизни чиновники. В сентябре выборы. Соответственно, Воробьев идет на второй срок. Президенту такое не покажет, вы поймите. Владимир Владимирович, Волоколамск ждет вас в гости лично. Приезжайте и уберите, что мы здесь задыхаемся, что у нас отняли чистый воздух. Возможно, тогда вы поймете, что такое терпеть этот смрад сутками уже больше года. К сожалению, для них меня и моих детей не существует. Но через годы это увидят мои дети. И они будут знать, что мы боролись и мы делали все, что от нас зависит. Даже комментировать в данном случае ничего не буду, потому что для Стеба повода нет, зато есть серьезный повод задуматься. А если совсем серьезно, знаете, уже не смешно. Мы ведь даже прямую линию с президентом умудрились превратить в какое-то низкопробное реалити-шоу а-ля Дом-2. Неинтересно смотреть, ей-богу. Вот сразу же после эфира я списывался с одноклассницей. Она врач. Работает завпсихиатрическим отделением в одной из клиник. Прислала сообщение, мол, мои пациенты примерно такие же вопросы задают. Удручаю, ответил я, поскольку твои пациенты хотя бы официально ненормальные. Ладно, все. Это был спецпроект «Вести» без Дмитрия Киселева. И сегодня мы подвели итоги очередного общения Владимира Пунита с россиянами. Вот так вот я все это увидел на моей страничке в Ютьюбе. Ссылка на нее прямо надо мной. Вы найдете больше серий этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже всегда есть что-то интересное. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за Сим спешу откланяться. Все, пока, пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!